В Быковском районе полицейские задержали 48-летнего жителя Николаевского района, который незаконно осуществил порубку 12 сосен, находящихся возле поселка Зеленый в видении Быковского лесничества. Сумма ущерба устанавливается, подозреваемый сознался в содеянном. С места происшествия были изъяты, предметы, с помощью которых производилась незаконная порубка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому может грозить штраф и до двух лет лишения свободы. За минувшие выходные инспекторы Дорожно-патрульной службы задержали более 40 нетрезвых водителей. Так, в Кировском районе был остановлен автомобиль ВАЗ 10-й модели под управлением 22-летнего водителя, не имеющего водительских документов, который находился с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. А в Рашиловском районе инспекторы задержали 32-летнего водителя автомобиля ВАЗ 7-й модели. Он прошел освидетельствование на месте, которое подтвердило, что молодой человек был пьян. Помимо этого, в ходе проверки установлено, что водитель еще и не имел водительских прав. Оба нарушителя были отстранены от управления транспортными средствами и привлечены к ответственности. В полицию по-прежнему поступают заявления от жителей Волгограда и области о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Подавляющее большинство обращений связаны с хищениями денег с банковских счетов. Преступники разыгрывают целый спектакль, общаясь с потерпевшими от имени якобы работников банков. Таким образом, афериста обманули жителя Фроловского района. Ему на мобильный телефон позвонил неизвестный под видом банковского служащего. Он сообщил, что на него незаконно пытаются оформить кредит. Чтобы обезопасить счета, мужчину убедили перевести свыше 4 миллионов рублей в безопасную ячейку. Аналогичным способом афериста обманули и других жителей региона. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Полицейские устанавливают личности преступников. Уважаемые граждане, напоминаем, что такую информацию по телефону вам могут сообщить только мошенники. Если вам поступил такой звонок, прекращайте разговор и сообщайте о нем в ваш банк и в полицию. Субтитры создавал DimaTorzok